всем добрый вечер время 5 часов вечера у нас короче все очень плохо во первых короче пока я мыла унитаз белизной девочки мальчики я короче смотрите немножко у меня попали брызги на кофту белизны видите пятна светлые вот испортил кофту кофту за покупал за три с половиной тысячи виси с этой мойка блять паршивый халат с собой привезла тут холодно в квартире халат холодно ходить если бы я знала что холодно надо было бы хоть весь спортивный костюм домашний девочки я вообще в шоке это всего у деда поднялось давление сегодня два часа дня он проснулся он проснулся где-то в час я подошла в два часа стала мерить давление было давление 220 на 165 75 был сердцебиение я позвонила к внучке предложила вызвать скорую помощь скорую помощь вызвали доехала скорую помощь я карточку не смотрел у него медицинскую я дару у него паркинсон и все такое он открывал от доктора открыл короче этот карточку и говорит а паркинсон у него нет а что у него еще клещи короче заболевания я вам сейчас зачитаю органическое астеническое расстройство выраженное по форме 06.6 что это значит открывая интернет это кажется заболевание девочки сосудов головного мозга плюс у него потом они уехали ничего не не сделали ему они приехали давление померили где-то минут через десять приехали у него же давление 165 она прыгает то туда то сюда я короче села короче рассматривать карту медицинскую него амбулаторную да что думаю а это у него короче заболевание 2009 году в 2019 года вот уже три года раньше я тут это в конце начале я начали я не читала дальше читаю девочки расскажу я вам сейчас я вам скажу девочки что творится вообще на белом свете у него короче знаете что у него еще гепатит c хронический энциллофопатия какая-то знаете он такая непростая не простая целофопатия где-то я видела гипертония второй степени где видела уже забыла вот ну понимаете да о чем я говорю я думаю у меня девочки не глупые дисциркуляторная энциллофопатия сосудистый паркинсонизм сосудистый паркинсонизм паркинсонизм ну это вот вот это паркинсонизм сосудистый на почве вот этого заболевания у него хроническая профинтоксикация что-то еще много написано атеросклероз аорты серебральный атеросклероз атеросклероз что-то хэнэмэка вторая степень с астена нервой невротический и вентюлопро весь и булатар тическим синдромами господи слова такие мама не горю девочки мне образование хватает выговорить правильно простите меня органическое антиститическое расстройство и у него была рекомендация что я смогла прочитать печатные буквы там вообще не могу там все это пишется ручкой там вообще почерк не могу разобрать рекомендации сосудистые препараты натропы метаболиты да вот седативные нужно принимать никто ничего не давал не покупал у него лекарства вообще нет у него куча у него целый букет таких серьезных заболеваний и как бы и сейчас это все со вчерашнего дня короче прогрессировать стала и давление гипертонии ничего у него нет вообще с группами приехал и все в шоке как так вообще должен быть контроль да я о чем я говорю с такими людьми нужно постоянно чтобы этот человек жил да с кем-то из родственников там или сиделками или с кем да и за ним полностью контроль и препараты да нужно давать и соответствующие да и все сегодня он ничего не ел он не пьет воду при стали мерить ему этот как он называется то кардиограмму он не давал сделать ему кардиограмму стал проситься в туалет и как я хочу ссать и короче не сделали ему кардиограмму он стал я его за руки сопроводила в туалет и наблюдаю в открытую дверь песен он наветочить не может он спутается у него с головой то проблемы стал поднимать штанину это знаете как вот с альцгельмером практически то же самое посмотрела да вот просто я людей это видел уже с альцгельмером а вот с таким заболеванием я столкнулся человеком в первый раз и вот и очень похоже поднимает штанину я ему подхожу где давай говорю вот еще песеный подписывай унитаз он говорит уйди чем я там такой большой что ли чтобы ты мне там доставала на сал штану штанину которую была спущена и сам дошел с туалета и лег спать я сначала не обнаружено что у него обоссана и сейчас он встает уже время пять часов он встает в туалет мы опять вместе с ними его сопроводил до туалета он идет очень плохо у него руки-ноги трясутся туалета дошел я вам давай посажу на унитаз давай я тебя посажу говорю спущу штаны он схватился правой рукой за трубу которые там с ванной торчит но вот этого денистый труба вы знаете где вода идет да а левую руку меня отталкивает а он такой жилистый у него много силы он не стал отталкивать не дает мне короче подойти и развернуть его посадить на унитаз вот борется со мной я отошла минуты две-три он там короче тоже постоял постоял он что на не спустил он насал штаны развернулся пошел лег на диван я нашла трико трусы и футболку он и футболка описал короче это край футболки я груди давай я тебе сейчас переодену ты весь мокрый он сильно уже второй раз у него сказал сам смотрите у него что они на с первого раза бусы на и сейчас он весь перед обоссал и футболку обоссал и майку там я говорю давай и трусы я говорю давай я тебя переодену он лег на левый бок правой рукой меня отталкивать я хотела силы стянуть с него все это мокрое он прям схватил его рукой за штаны держит их вот так и правой рукой меня толкает не подходи ко мне потому что он не соображать ничего и он лежит короче мокрый я позвонила к светлане и внучки да и гор так и так и так и так потому что ее перезвонил горчит это доделать его в таких случаях или силом это надо все снимать стягивать и переодевать сухое или пускай лежит мокрый мне в ответ сказали пускай лежит мокрый вот так ну и все я говорю он ничего не кушает ничего не пьет я силом ему рот пихать ничего не собираюсь ну ладно вот и все девочки вся любовь вообще изначально я просто знаю да что изначально вот эти ноотропы нужно нужно было прокалывать ну вот эти вот как бы мексидол и актовиган то что я знаю да при энцеллофопатии вот мне же тоже обнаружили энцеллофопатии диагноз поставлены но у меня уже она развивается где-то я заметила потеря короткосрочной памяти у меня стало лет пять я обратилась в больницу прошла мрт головы помимо мрт головы я прошла еще какие-то там и сетки одевали на голову сосуды проверяли и мне поставили энцеллофопатию диагноз да и назначили лечение я проколола сама себе актовиген уколы пропила таблетки 10 уколов и двухмесячный курс актовигена пропила вообще при моем заболевании да только начало нужно это делать профилактическое лечение два раза в год или хотя бы один раз в год сейчас я там приеду тоже куплю лекарства поеду еще будешь я опять колоться вот это уже профилактика это как бы она не лечится она не лечится это как было чтобы замедлить разрушение клеток головного мозга чтобы сохранить жизнь сосуду и мозгу своему продлите чтобы он не умирал так быстро это простыми словами я говорю вот деду это изначально ничего не делалось когда если вы ничего не будете делать например да себе там или своим родственникам да не будете делать профилактики профилактику все умирает клетки головного мозга все голова перестает соображать артерии забивается тромбами это в области на себе не буду показывать это по правой полевой стороны шеи вот потому что и проходимость крови и простыми словами я говорю я не могу медицинским термином говорить я как бы вам объясняю да как это я понимаю вот как мой мозг работает и артерии забивается тромбами и проходимость вот это кровеносная да она замедляется замедляется процессы кровообращения головного мозга и соответственно быстрее короче его отмирание идет клеток головного мозга вместе с клетками умирает мозг человек вот я об этом читала я не читал я не написано это в интернете такими словами а написано медицинским термином а просто я как бы вам вам перевела простым языком попроще чтобы люди кто-то не если не понимает чтобы вы поняли что это такое вот это конечно неизлечимо и это неизбежно это и со мной будет в старости я знаю уже вот ну как бы сказать чтобы этого не было лет в 70 например да поэтому нужно проходить вот эту профилактику нужно колоть себя чтобы тебя кололи короче вот мексидон активиген но ты тоже можно и оба препарата сразу проколоть хуже не станет и витаминчики так это так девочки профилактика обязательно надо проходить не вот или будете короче 8 раньше времени мальчиков тоже это касается вот такие дела девочки еще хорошими тяжелые очень тяжелый случай и вот эти люди они да сальсгельмером с таким заболеванием это зименцы это сложно с этим такой вообще вот так вот и живем и что вот я ничего не могу сделать с ним бороться если ругаться и драться не собираюсь родственникам на не надо пускай они они живут в чебоксарах они на машине они не хотят приехать переодеть ему штаны а уж нет о чем я посторонний человек я сообщила сообщила все это уже хозяин барин это у них должна душа болеть и голова тоже лежит вам саиген сказали после жить ну значит пускай лежит вот такое отношение зато с утра мы плакали очень сильно как белуги всем пока до скорых встреч я не говорю вам прощай я вам говорю до свидания спасибо за просмотр ролика спасибо за комментарии я это очень ценю берегите себя и своих близких